всем привет с вами лордикс и сегодня вам покажу что нужно для качественного монтажа видео но передай мне пожалуйста подпишитесь на канал за моё старание на мы начинаем для создания видео вам нужен youtube канал чтобы создать его зарегистрируйтесь ютубе да 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 думаю все в интернете можно и узнать первая программка которая нам понадобится vegas pro 13 ну 10 12 13 14 не знаю от 1 до 200 не знаю любая программа они все одни и те же открываем вот такое вот видео всегда принимать параметры вот такой вот я видео коротенько записал как я просто играю без звука тут вот это все и например вам не нравится то что вы долго листаете вот эти вот предметы вот видите вот листаете листаете его ведь и как это сделать как обрезать этот момент где вы вот это делаете первый способ можно нажать букву s и вы сделаете вот такой промежуток можете опа его сделать и у вас тут будет черный экран вот оп и все черный экран и теперь тут ждете момент пока вы найдете нужную вещь а именно динамит вот динамит я нашел я это так делаю вот оп я нашел динамит но как-то резко согласитесь как-то это не аккуратно и резко вполне можно сделать чтобы подписчики видели как все-таки сделать ускорение видео ускорение видео нажимаем кнопку control левый control и наводим то есть вот наводим на вот эту грань сейчас я вам покажу наводим ее сдвигаем чем больше вы сдвигаете тем больше ускорение то есть вы сдавливаете его чем вы расширяете это можно сказать тем вы дольше будете листать но я сделаю чтобы я так быстренько пролистнул и нашел динамита ну-ка посмотрим вот видите я очень быстро листаю если вы думаете что это монтаж нет как бы это монтаж ну ладно делаем еще быстрее вот можем сделать вот так вот и вот мы быстренько тут находим на видео понятно будет это намного интереснее качественной видно вот мы тут ставим ставим как добавить эффекты я раньше думала то что эффекты добавляется вот так вот она добавляется на всю дорожку например я хочу сделать момент подрыва сделать хочу красный экран или какой-то размытый экран давайте вот сильное размытие берем нажимаем букву с вот здесь на начале взрыва и на окончании взрыва и где у меня тут что тут есть какие интересные эффектики вот тут есть какой-то распределить красный канал добавляем его сюда можете что-то настрой побаловаться вот принципе вот так вот смотрите вот видите можно сделать чтобы этот красный эффект уходил постепенно как же это сделать сделать можно сделать вот так вот а ну-ка подожди вот так вот и вы сдвигаете и все в принципе вот так вот она но это как-то согласно и не очень чтобы сделать более красивее просто берете вот эту дорожку и смещаете вот 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 это вот у вас появляется таймер это нормально сколько секунд это будет биться и вот у нас приходится нормально ну как бы эффект становится нормальным но можно сделать вообще вот такой но если бы я не открыл менюшку было бы покрасивее согласитесь вот идут опять листа листа динамит ставлю бум вот подлетел переходы есть как же добавить переходы нажимаем с нажимаем с где мы хотим давай переход вот и выбираем самый примитивный переход на презентации просто делаем вот такой переход и между вот этими штуками вот видите один плюсик не немного чтобы плюсиков один надо был вот тут можете поиграть с вот этим всем вот это все да делайте тут а почему у нас не сохранился а по-моему я знаю почему потому что надо много плюсиков походу ваннука или как это работает подождите что-то мне не так или я тупой походу второе по моему вот так вот боже как это делается вот специально для этого создана эта штука но в принципе мне кажется никто это не будет использовать эти штуки мне кажется про них даже говорить не надо есть проводник чтобы тут быстро например открыть смотрите например мне надо папка где я храню какие-то превьюшки открываете десктоп и тут находите для видео и тут у меня находятся все материалы вот это все это так сказать удобно сразу можно сюда вот перетащить генератор мультимедиа как же делать хотите сделать текст дать текст чтобы у вас был он тут на экране он черный на формате вот видите тут такая сеточка вы такие думать а сейчас легко ну вот типа наложу тут вот так вот и типа а какого фига у вас тут вот так вот для этого нажимаете вставить видео дорожку и нажимаете вот так вот теперь у вас все это прекрасно заработает давайте покажу и вот у нас титры выскакивают на нашем экране спокойненько выскакивают это все да 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 но есть другой более легкий способ как для меня можно просто создать где вот на вот этой вот дорожки видео вставить текст в медиафайл и вот тут например пишем под пи су-б-с-к-и-б вот это у меня конечно английский тут можно изменить цвет вот смотрите тут rgb шка вот это все вот можно тут что-то другое изменить но впрочем если надо что вы туда разберетесь можно сделать чтобы он был вот такой еле заметный можно вот так сделать тут можно тона по настраивает вот например добавили мы вот этот текст суда его не добавлять потому что он будет на черном фоне вот закрывать вот это окно когда вы все настроили и все принципе вот тут у вас вылезает субска рай типа подпишись принципе это самый простой монтаж для любого школьника любой школьник с этим справиться вот это у нас вылезают это все можно сделать переход который будете хотя бы не позорно смотреться просто берете другую видеодорожку вставлять вот да у нас заработал этот эффект но он слишком кримжовый ну ребята извините ну для геймерского формата вот этот переход гениальный ну это ёмы это просто это 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 убийство это ну это смерть это смерть да если вы хотите просто обычный переход в непозорный просто вам нужно вот эту фигню удалить а какой а блин это надо короче не вставлять эту штуку и еще есть такая прикольная штука чтобы сделать но кто смотрел маразм а тот поймет то что там иногда такие плавные переходите то есть затемнение экрана это все как же он это делать мне кажется мне вообще не так делать монтажеру вслывает но не важно он я беру и вот тут вот за уголочек фрагмента разделил вот эту штучку сдвигаю сюда и вот смотрите у нас затухает экран и вот так вот но почему же нас резко появилась если что вот это можно длину такую делать среди можно супер жестко затухание девушку прям жестко жестко и долго как сделать так же просто делаете вот так вот тоже и что ты делаешь но что-то у меня чуть-чуть сломалась мне кажется вот такое вот еду в секретку что-то такое вот открывают этот люк ну в принципе по программе монтажа который я использую мне кажется идеально как добавить музыку просто берете музыку и добавляете и сюда она сама определить как куда и здесь переходим к программе для создания превью извините ребят я забыл вам давать обработку видео как же сделать просто выбираете вот так вот нажимаете на вот эту вот иконку визуализировать как тут выбираете вашу штуку и у вас тут вот так вот будет выбираете sony acv mcv и тут интернет ну вот это вот разрешение вот эти другие не выбираете это полный параши ставите на нее звездочку всегда у вас вот так вот будете все вот так вот нажимаете рендеры и вот все у вас видео запускается рендерится и она у вас сохраняется в документы следующая программа для превью это гимб это гимб это самая лучшая программа для превью бесплатная вот эти все sony photoshop adobe photoshop это платная хрень запомните это раз навсегда то что вам затирает то что adobe photoshop это круто это полная фигня если вы увидите гимб это реально хорошо ссылку на скачивание я не буду оставлять потому что мало ли что-то я еще нарушу вот вы запускаете вас кричать такое окно вы думаете боже что с ним делать что ты посоветовал хрень какую-то у вас будет все так вот думают боже как все сложно но на самом деле ничего сложного нету вообще и если у вас тут все на английском можете просто изменить язык нажимаете вторую вот эту вкладку вот тут первую нажимаете параметры нет вот смотрите вот тут есть интерфас и будет или просто какой-то домик или что-то такое тут будет язык русский вот это все вот тут можете любой язык выбрать украинский татарский русский в принципе все языки есть систем лэнгвич вот английский но тут я вам не советую менять вообще 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 вот вы все настроили и как же нам редактировать где видео где их брать вот хуни видео превьюхи как делать загружайте любой фон любой вот любой и как вам добавить например не знаю раша но вот тут хочу чтобы раш был вот тут хочу чтобы раш прям были такой огромный не рисовать же мне его вручную есть очень простой способ просто добавлять картинку раша вот здесь файл открыть и тут открываете не буду палить особо вот вы открыли у вас такая фотка раша появляется если вы хотите сделать чтобы он был именно квадратный вы его просто берете такой тут инструмент это называется в общем такое лосо свободное выделение если что она букву f нажимаете его у вас активирует вот эта штука берете его вот так вот выделяете ну любом просто чтобы захватить всю картинку вот так нажимаете потом enter нажимаете потом control c control c или по-другому как то тут вправка и идут как-то копировать это неудобно только лучше control c так берем теперь переходим на наш вот этот тут создаем вот тут на вот эту кнопочку такую создать новый слой опа у вас сдается на высшего например называйте его rush ну короче вот так вот создаете просто чтобы обозначить что это значит если вы делаете это в территорию драша добавите амбуша депт х ну как я делаете по со школьниками я тогда был неопытным так сказать игроком в этой программе что мир только что делал нажимаете control в оставляется вот такая штука у вас увидите плавающее выделение нажимаете а можно было не создавать вот этот свой давай просто нажимаете тут на плюсик все и теперь нажимаете на вот такую кнопку теперь вы можете его двигать подвигать вот это все есть ластик можно его тут обрезать так вот обрезать офигеть он красивый пояснить вот ему можно обрезать и так вот и куда-то его туда вдаль запихнуть вот так вот но как вдаль запихнуть это просто нажимаете вот сюда и тянете вас за вот эти вот края не не рекомендую сильно много увеличить потому что видно пикселей откуда-нибудь туда его на задний фон ставите делаете вот так вот если вы не хотите чтобы у вас тут был лишний слой просто нажимаете control в еще раз и нажимаете на якорь ну то есть не нажимаете пока что на якорь просто размещаете где-то и вот здесь и нажимаете на якорь все это теперь в этой картинке вшито теперь это нельзя двигать только с картинкой вот видите раньше вдалеке у нас остался вот да это почти самые основные основы вот теперь его стереть просто так нельзя вот видите но не стирается а тут и остался еще и есть еще такая популярная фигня ютуберик делают освещение освещение сейчас сейчас я вам покажу как это делать добавляйте раша еще кстати как сделать чтобы не было вот такого чтобы вот этот раш наложился поверх раша который вдалеке вот нажимаете просто стрелочку вверх поднимаете ну тут плюсик добавлять и стрелочку вверх это вы задаете параметр этому то что он самый первый будет показываться то есть он будет закрывать даже вот этого раша он закрывает в принципе если стрелку вниз нажать вот этот раш уже будет ну в общем вы поняли вот так и как сделать такое освещение бандово нажимаете на кисточку вас открывается такое кошка если у вас его нету вот так вот нажимаете сюда меню список подожди добавить вкладку параметры инструментов все она у вас души да как изменить цвет вот тут свет изменяется раш у нас черный значит вот такой цвет и подбираем и теперь нажимаем на вот этот слой на котором будем затемнять и вот тут вот так вот затемняете вот вот так вот у вас должно выйти вот 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 все вот сделали ну я ставлю только вот это в 1 раша вот так вот сделать и у вас будет вот так вот у вас не будет вот так вот плавно у вас будет вот так вот замазываться очень некрасиво и коряво вот согласитесь ну кому вот это вот надо вот так вот чтобы вы замазывали ну понимаю это красиво в кружочке смотрится но чтобы вот так вот замазывать это фигня реально меняете тут сила 26 и жесткость 23 ну просто на нижние числа тут установите не больше вот этого и просто вот так вот ставите размер которого нужен и у вас будете вот такой идеально затемнение прямо рекомендую вот такое затемнение будет я обычно делаю ночь вот такую вот вот так вот делаю типа у нас ночь чтобы не такое было просто ставите тут сила на больше тогда у вас будет резче добавляться штука если хотите чтобы не было видно вот здание вот этого ставите тут силу на максимум все и жесткостью так одну все зависит от ваших так сказать вкусовых рецепторов но всем спасибо это был супер ролик по гайду как стать успешным ютубером всем спасибо за просмотр и всем пока